всех приветствую мои родные любимые и сердце моим дорогие христолюбчики братцы и сестры во христе и все люди на земле всех приветствую всем желаю радости и счастья любви добра мира терпения всего всего самого хорошего сердца ваших дома семьи во все сферы жизни ваш что все у вас было хорошо желаю вам всяких всяких былах по жизни у нас с вами сегодня такое вот видео назвал я его одну тюрьма школа или там я уж не помню как такой вот значок для ролика я выбрал он не случайно кто-то видел может быть у меня я вконтакте как-то добавил вот такой вот пост молодой человек сидит в тюрьме да читает ну как бы библию и написано библию не допускается не разрешен не разрешено читать в школах но допускается и разрешено читать в тюрьме если бы дети могли читать библию еще в школе многим из них не пришлось бы читать ее в тюрьме добавив такой такую картинку к себе в ну в папочку там неважно да в плейлист так скажем в картинке кто-то мог подумать что я согласен с этим утверждением я абсолютно не согласен с этим утверждением не благодаря вот этому посту я захотел записать такой ролик разного рода таких постов полно вот вам пожалуйста картинка за статьи на я на яндекс дзене да и достаточно если как всегда в яндексе набрать вот что-то подобное да по словосочетанию вам поисковая система яндекса что только не выдаст до библию не преподают в школе библию читают в тюрьме да и таких полным полно да вот я хотел бы сегодня с вами об этом поговорить почему я не согласен с этим утверждением я конечно в конце как всегда дам заключительную мысль но вот по поводу вот этого выбора который во-первых я вот не знаю начать с этого или закончить вот этот вот пост вот подобный нас ставит заведомо в ложную систему выбора кто помнит мою картинку хорошо кто нет я кому-то может быть впервые это покажу это мне господь еще открыл я всем говорю при чтении первых трех глав в книге бытие которых как я всем говорю вся самая истина открыта истиной и названо древо жизни и это истина естественно любовь и добро человек творящий добро вкушает жизнь да и пребывает в жизни вечной человек творящий зло не ненавидит до обманывает крадет убивает этот человек вкушает с древа смерти или вкушает смерти да вот это настоящий выбор этот выбор это свобода нам описано как раз где присотворение человека во второй книге бытия почему это ложь или зло названа древом познания добра и зла как я уже говорил кто мой мои ролики конкретно смотри кто смотрел кто не смотрел я рекомендую обратиться если не найдете сами всегда пишите в комментарии я всегда лично дам ссылку на любой ролик о котором говорю своих записях и если игру то что я их не переслушиваю потом и в описании уже могу не добавить где-то но если я чем-то говорю вам непонятно и хочется более подробно посмотреть разобраться игры пишите я всегда дам ссылку о древе познания добра и зла у меня есть отдельно ролик а специально помимо многих роликов на канале христалю библия и чтение писания естественно на вот здесь на проповеди записал отдельный специальный ролик вот так как в древних языках не то что там кавычек там пробелов то не было там гласных букв то знает не было никаких ударений уж не горяких кавычках которые будут означать нам обратный смысл да как мы берем в кавычки то есть подразумевая противоположный смысл то конечно же естественно там сейчас в русском переводе надо поставить просто кавычки древо познания добра и зла потому что зло в чистом виде никто никогда не выберет зло это боль добро это радость удовольствие наслаждение моего тела моего ума до моего духа зло это получение скорби несчастье боли страданий так далее естественно никто ложь никогда не будет вкушать в чистом виде естественно поэтому древо познания добра и зла господь так и назвал это древо он и назвал лже вот этот псевдо выбор когда человек либо сам обманывается как не зря потом апостол павел будет писать о том что не обманываетесь бог поругаем не бывает всякое дело доброе бог приведет на суд и воздаст человеку добром всякое дело злое получится соответствующее вознаяние да бог поругаем не бывает творящий добро пребывать жизни вечной естественно чтобы вкусить эту ложь потому что здесь сознательно человек никогда не выберет ложь никогда вот а когда ты помещаешь человека вот сюда вот сюда вот давайте я почищу когда вы человека поместили в псевдо выбор вот сюда вот сразу все становится хорошо ему преподносится добро как я говорю в кавычках или я называю лже истиной и напротив нее может быть одна ложь может быть две может быть три сколько угодно здесь может быть до бесконечности вам рисуется псевдо истина и куча-куча всякой лжи вы думаете что вы выбираете на все на самом деле это псевдо выбор только человеку сюда который попадет тот действительно сможет выбрать между добром и злом поэтому когда он все вот это увидит тогда у нее все на место встанет давайте теперь на практическом вот это мои картиночки мою теорию рассмотрим на практике еще раз теперь после моего такого маленького предисловия на пять минут да мы еще раз вдумчиво пытаемся познать вот ту мудрость и ту лжеистину псевдоистину которую пытается нам нас накормить и нам ее скормить библию не допускают и не разрешают читать в школах но допускается разрешено читать в тюрьме если бы дети вот она вот нам истину вывод сначала человек говорит о факте библия не читается в школе но разрешено читать тюрьмах и человек нам говорит что то что он сейчас говорит это истина пытается донести если бы дети могли читать библию еще в школе многие из них многим из них не пришлось бы читать ее в тюрьме это абсолютная ложь это псевдо истина и я с ней абсолютно не согласен сейчас я вам это покажу кому-то может быть даже докажу во первых я скажу на практике и все вы это прекрасно знаете ту же самую библию на самом деле и сейчас кто знает сыром пытаются там вести эти православие там или еще что-то в школах во первых кто знает все это читается вот по такой вот книжки закон божий слободской ли как он даешь честно кто знает я сам практически наизусть знаю потому что я два раза поступал в православную семинарию все сдавал на пятерки и один из один из экзаменов был именно вот по этой книге причем ты должен был по всем пройтись там там содержание большое там ветхий за это новый историю там пять больших пунктов и ты по всем 5 это большой экзамен по одной книжке ты должен был таких пять под экзаменов сдать я все и сам сдавал я просто честно даже вот перед этим роликом уже не готова слободской же по моему да это закон божий я его знаю поверьте мне практически наизусть знал ну про время проходит это было поступление получается уже пять лет пролетела вот жизнь летит да кто помнит мои ролики все на ваших глазах практически было но правда когда православных я кто знает протестантскую заочно уже поступал удар не заочно дистанционное обучение и тоже не стал заканчивать а это еще было да я тогда еще в интернете даже не был на я об этом рассказывал как не о далеких временах оказывается уже пять лет пролетела на день выпуска этого ролика вот этот закон божий я прекрасно его знал сейчас я так вы знаете там такая ахинея написано я вам говорю с открытым чистым сердцем если это читать здравым людям это конечно же преподается воскресной школах там туша не себе дают волю вы знаете вот как раз человеку преподав преподав вот такой вот закон божиим маленьким детям подраст подростками юношам молодым людям вы знаете вот скорее всего после такого закона божьего кто в курсе посмотрите историю революции россии ведь то что сталин учился в семинаре это не просто слова узнаете о сталине как он учился в семинарии он закончил во-первых этот ну типа чушка как от средне технической точно такой же как назывался тип церковной школы потом еще в семинарию он я не закончил просто не придя на выпускной экзамен а так он отучился учился он достаточно хорошо и он не был во главе тех либеральных и там всех этих он не бил по-моему ни в одном побои преподавателя не участвовал вы изучите историю сталина это очень интересно и и подобных ему ведь все кто там потом с ним был многие они с ним учились это его однокурсники из этих же семинарий учились они вот начиная вот эта закваска закона божьего кто знает это все не просто так вы знаете человек после этого закона божьего когда тебе всех этих пророков праведничков показывают там того же самого самсона как он там все 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 замазывают что он был жутким блудником там до убийцы и кровожадным у человека вообще такое ощущение ничего святого этого самсона не было кто знает кто это такой сейчас я понимаю многих уши заворачиваются вы прочтите что написано самсоне в законом божьи и пожалуйста прочтите вместе со мной у меня на канале теперь все это есть на чтение библии если сами способны чистым сердцем читать читайте сами хотите можем я вас оставлю вам компанию послушайте мои видеозаписи где я ничего не пытаюсь подмазать где я все называю своими именами более того там просто написано все своими именами люди потом узнавав правду не ту которую здесь и мы завернули понимают что их просто обманули вот и все все что они получается знали о ветхом завете о том же сама моисея там все это оказалось это не просто приукрашенная правда это это замазанная ложь это это как раз вот именно нехорошая вещь завернута в красивую упаковку что могут дать вот папы рвутся в школы что он может дать они хорошего этим детям ничего чему они их научат скажите креститься тремя перстами или двумя перстами что они научат их поклоны бить иконы чтить трупы умерших почитать богородицы девы радуйся бубнить господи иисус христе сыне божий помилуй меня в 10 лет они будут бубни чему они их научат хорошо вы можете сказать найдутся здравые папы священники кто угодно иерархи кто туда будет хотите ли я не знаю с какой обычный мирянин благословенные иерархами да вы скажете они будет их учить добру там любви терпению вы знаете слова человека в принципе без его жизни ничего не значит вот у меня у самого нет семьи не такой ну понимаете да у меня есть родители но у меня нет своих детей нет жены это я затрагиваю эту тему во первых я именно право потому что я сам был ребенком я прекрасно понимаю я сам все это проходил у нас тоже у нас тогда не было этому у нас был как же этот урок-то назывался тип-то что-то нравственности там чему там слушали ничего мы там не слушали но вы знаете на всю жизнь для меня кто является примером в моей жизни мой отец да он до сих пор не принимает христианство у него свои убеждения но во многих вещах по жизни он для меня всегда был примером вот во многих начиная с того что он действительно никогда не курил не пил в отличие от меня негодного сына который с 10 лет присосался к соски и вот бросил только благодаря откровению божьему но он для меня во многих вещах был терпеть примером до сих пор остается до сих пор во многих вещах ума терпению трудолюбие веру внешне вот это какой-то поддержание себя он не знаю для меня всегда был красавчиками я его за это люблю все равно несмотря на то что они сейчас с мамой кто знает у меня там развелись да для меня он мне к нему претензии по жизни что он в детстве был со мной так скажем далеко не ласковый да вот ну опять же видимо на это были причины и виде возможно именно вот это его воспитание он у меня военный полковник да именно вот это воспитание жесткая с одной стороны бывшие действия он и сделал из меня того кто есть никакого баловства не было денег он мне никогда не давал вот но сейчас он готов для меня сделать все когда я стал взрослым это еще давно я всю историю не буду рассказывать и все прекрасно знают что для детей они они копии своих родителей ну образно вот именно не курил я закурил да здесь у нас остается свобода выбора но вы прекрасно знаете что до трех лет это только материнское воспитание потому что ребенок на руках у матери только на 50 процентов времени находится не мне вам об этом рассказывать я невеликий детский психолог и так далее но это жизнь в которой не надо никакой психологии знать достаточно просто свои глаз ушей для наблюдения вот и все 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 это знать более того мы все были детьми я говорю поэтому имеем право мы на основе этого тоже и воспитываем своих детей вспоминая как воспитывали нас и дело из этого вывода что делали с нами хорошо а что плохо и как бы я хотел чтобы поступали со мной так и я стараюсь поступить своим детям я делаю выводы из ошибок и правильных вещей моих родителей воспитание меня и стараюсь все это переделать если у родителей будет искреннее желание сделать своих детей святыми святыми не хождением в платочки или крещение троеперстием и целование мертвых трупов в этом же нет никакой святости а в том что они будут добрые милосердные терпеливые любвеобильные мирные кроткие а не тщеславные смиренная не гордый вот что такое святость ну как этому родители будет учить если они сами не такие сами не такие вы знаете прекрасным бог и того меня все время укоряет в том что я жертву христово умоляю тем что опровергаю это лживое учение о том что христос все за меня сделал я свят святостью христово а не в том что иисус действительно и бог пришел на землю для того чтобы своей жизнью святой обличить меня и дать мне пример что святая жизнь реально для человека иисус сказал не садись ко мне на крест не не на спину мне водружайся он не понесет весь мир он крест свою избит будучи избитым еле-еле нес а в оконцовке нести не смог и ему аж помогали нести его крест о каких грехах он понес грехи всего мира это лживые богословия вырваны из контекста всего евангелия иисус сказал кто хочет следовать за мной я несу свой крест показал показываю вам пример каждый из вас отвергнись себя ты сам не я за тебя ответ тебя буду отвергаться я никакие твои грехи своей благодатью покрывать не буду отвергнись себя отвергнись зла и сотворите благо возьми крест свой то есть люби людей и неси его а что такое крест поношение и следуй за мной ты сам со своим крестом не надо на мой водружаться свой крест бери и иди за мной сам иди своими ножками не моими ножками не у меня простить на горбу я вас тащить всех буду каждый идет за иисусом в царство небесное неся свой крест сам идет своими ножками топы и вы все все это знаете это люб это любой здравый человек стремящийся к истине к познанию стену а уж тем более познавший конечно я не к ним говорю они уже все познали для них просто мои слова как елейные речи слаще молока и меда просто для отрады слушать но вам кто еще не познал я рекомендую обратиться к истине и познать ее и стать счастливым и блаженным поэтому пример для нас всегда это наши родители что толку он там вы знаете потом узнается что этот поп простите пидорас потом узнается что он от бутылки не может отвалиться ну да кое-как себя с утра в порядке приведет и придет на это собрание что толку то потом это узнается и сколько кроме дома чтобы им там не рассказывал или наоборот будет супер хороший батюшка а у нее дома вот такое вот будет твориться вот такая вот у нее будет мамочка как вы думаете какой вырастет ребенок соответственно я вот парочку картинок на скорую руку вам подыскал ну разве разве это не так это абсолютно так и будет помните где-то это дополно я сейчас я мало что смотрю так и анекдотов чуток нет на тему когда там папанька лежит будешь курить я тебя прибью сам сидит смолит да конечно он будет бегать курить я говорю у нас конечно остается выбор вот я живой пример мне не мама не папа не курили я с 10 лет сосал эту соску до 25 лет куча здоровья потерял у меня отец капли в рот никогда не брал я конечно не запойный но с 15 также до 25 побухивал постоянно пиво или рекой лилось как у всей молодежи ну все не у понятного подобные мне я жалею об этом конечно жалею сколько здоровья оставлено из под бутылочка была упивались до куматоза ты при этом с годами я понимаю какой молодец мой отец и что он всегда все равно был для меня примером вот именно это я негодный а он хороший он-то в этом не виноват у меня был свободы я его еще больше ценю за то что он даровал мне эту свободу вот вам пожалуйста иисус сказал я оставил вам пример всегда дети будут подражать своим родителям это в нашей в нашей природе заложено вот и все ничего вот это вот вот за партой сидяченье можно науку преподавать знание до 2 плюс 2 сколько 4 все христианство это учение о святой жизни человека и это не хождение в косыночках и не не стука не лбами обо все деревяшки на земле украшенные при украшенные виде иконок или виде гробов усопших святых это личный пример жизни и от вас зависит кто будет у вас ну помимо их не свободы конечно но вы должны сделать все что вы можете от того что батюшка им там будет рассказывать как надо даже игру даже попадется хороший батюшка я как бы вам вторую накидываю мысль даже попадется хороший какой-нибудь протестантский пастор там или исламский этот какого называют проповедник или иудейские раввин придет ну и что будет он о добре рассказать а у них дома вон черте что у этих детей что это даст ничего это не даст взрослые должны взрослых воспитывать взрослых не детей взрослых надо воспитывать таскают этих детей в этих капище чем там делать да пусть играются лишнее воскресенье субботу у них в школе нагрузки вот такие сейчас бешеные в ма в наше то время были в мое так скажем а уж сейчас говорят они там вообще с ума сходят их еще в субботу воскресенье в эти капище то тащу на вечерние службы на дневные службы они стоят как в копаны пошевелиться нельзя поговорить нельзя да что вы делаете со своими детьми вы у них только отвращение вызываете к истинному иисусу к настоящему учению принесенному с небес самим богом учению о настоящей святости которая в добре к любве обильности ко всему богом созданному я говорю к миру и радости собственной души от этого всего если бы уж таким от те а терпение о милосердии о кротости о смирении вот о чем и учение вот что над своим детям естественно самому быть кротким спиренным нераздражительным не тщеславным не смеет не 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 гордым не алчным если своим детям показываешь пример что ты готов душу дьяволу продать за новый автомобиль он таким же вырастет в любом случае говорю конечно не есть свобода мы это уже оставляем все понятно я сейчас говорю о родителях о том что мы должны делать все что мы можем вот проповедниками заставить мы никого не можем это понятно я никого не могу но я могу говорить все что себя я должен делать каждый делает свой выбор то же самое родители делай что можешь а там уж будь как будет у естественного ребенка есть и потом тем более чем он взрослее достигает совершеннолетия начинает зарабатывать уже и вы теряете автоматически просто естественно над ним власть он уже может хлопнуть дверью развернуться и уйти это ничего не дает если уж куда и надо ходить проповедовать так скажем куда надо ходить уже надо ходить по детским домам тогда вот кому кому уж у них там не родители не отца не матери уж если туда он будет приходить и опять если он туда придет вот так вот еще их там и так уж понятно как в дик домах растят детей если еще вот этот дядечка придет и начнет им то мозг выносить о любящем боге вы знаете есть язык который понимает который слышат все глухие который видят все слепые и которые ощущают все парализованные какой ты язык этот язык любви хему слышат все глухие его видят все слепые его ощущают все парализованные это язык любви да лучше этот батюшка поп oldu rather big я бы сам пошел кто меня пусть некоторые понимаете меня на пульчатые вырастinnen и никакому социальному учреждению не подпустит, скажешь ты, кто такой дядя Степа. Если у вас уж есть такое, вы и законодательно эти права выбиваете, вот им пытаетесь это все пропихнуть, да вы лучше в детские дома ходите. И то, да два часа ты проведи с этими детьми, поиграйся с ними, поговори с ними, с там взрослые ребята уже, вот именно. Только не адом их запугивай. Что они им в школе, что папы дадут им? Особенно это лживое православное учреждение. Они будут кричать, что вы все в аду будете гореть, если соску закурите. Чему они их научат? Много они им любви покажут. Да ты приди с гостинцами, они ничего там не видят. Поздоровайся, поцелуй, погладь человека, успокой, поговори, узнай какие проблемы, попытайся их решить. Что им нужно? Одежда, там, те же самые гаджеты какие-то, хоть что-то для радости. Организуй какую-то поездку, путевку, съездите куда-нибудь. Покажи им настоящего Иисуса, настоящую истину, единственную, она настоящая и единственная, это любовь. А это что, все, вот это, кому это нужно? Кому? Ты придешь в элитную школу, где там родители вот такие вот все на понтах, и ты этим деткам там будешь что-то рассказывать. У них там дом такой они видят, у папы там копеечка к копеечку, доллар к доллару, он и сына учит писать на весь мир, как это говорят миллионеры. Ты ему будешь это рассказывать? Да ему это не надо, тебе хорошо, если тебя не закидают там же. И скорее всего, это детишки тех родителей, которые тебе твои купола золотят. Что ты там им скажешь? Ты разве сможешь им сказать в глаза истину, уже каким-то там в одиннадцатом классе лбам вот таким? Ничего ты не скажешь, ты голову засунешь в песок, и все. Ты же в системе. Вот так вот. Ничего это не даст. Итог какой? Еще раз возвращаемся к моей. Я не зря, что здесь сделал. Вот это вот то, что у меня на заднем фоне, это лже. Истина. Здесь нету никакого выбора. Вас поместили в лже истину. Я бы никого вообще не пустил бы в эти школы. Знаю своих детей. Пусть они там математику изучают, русский. Все, что ему нужно для бытовухи. Географию пусть ему рассказывают. Что у нас там? Физкультура. История какая бы она ни была. И то, я дома с удовольствием со своими детьми бы и историю почитал бы. Сказал бы, что вот это может быть ложь. А есть альтернативная история. Что-нибудь рассказал бы интересненько. Ну, та же самая. Вот такие предметы. География. Ну что, что там? Ох, это ребенку моему нехорошего сказать. Она земля круглая. Ничего не меняет. Только еще больше открывается. Я представляю, какие сейчас в школах, небось, уроки географии интерактивные. Скоро 3D модели какие-то будут. И то эти споры. Там им будут рассказывать, что земля шарообразная. Оказывается, кто-то думает, что она круглая и квадратная. Да ради бога. Я бы своему сыну ничего говорить не стал. Потому что мне вообще без разницы какая она. Я бы ему вот так бы и сказал. Сынок. Да ну, есть кто говорит не как в школе. Есть говорят квадратная. Кто говорит звездообразная. Кто эллипсообразная. Кто говорит плоская. Кто говорит на трех китах. Я говорю, сынок, что это тебе даст? Ничего. Пустые знания. Забей на них. Что надо, учительница? Отверь ей. Пятерку получи и живи спокойно. Вот. Вот такие вот предметы. Ну, историю я бы уже, конечно, к своему ребенку бы отнес. Все более. Я бы посмотрел, что ему преподают. Сам бы его готовил к ответам. С ним бы параграф уж для меня в день несложно было прочитать. И у него поспрашивать. И ему что-нибудь свое бы. Чтобы он такой, что-нибудь учительница отчебутил. И мне без разницы, что ему там два или пять поставить. Ладно, чтобы он сказал истину. Вот. Я бы действительно со своими детьми занимался. Вот. Математика, пожалуйста. Наука есть наука. Ну, докажут, что дважды два, пять. Когда докажут, тогда и ладно. Сейчас дважды два, четыре. Пусть учатся. Вот. Хотя есть опять альтернатива, что доказывают, что дважды два, это не четыре. В общем, вот. Но это такой бред. Русский язык, да пусть пишет. Другие языки, да пусть занимается на здоровье. Я уже забыл, какие там предметы еще безобидные. Вся эта биология. Да пусть им там втирают. Я бы ему тоже, конечно, сказал бы общие мысли по поводу там биологии, всей этой медицины. Что, сынок, ничего они не знают. Они грипп вылечить тысячелетиями не могут. Чего там эта медицина? Ничего она не дает. Я говорю, приболеешь, все узнаешь. У ничего в оконцовке не поможет. Подрастешь, все узнаешь. Вот. Ну, и то я говорю, ну, забивать тебе голову. Можешь, учись как-нибудь, отвечай, чтобы школу закончить. Вот и все, какие тебе предметы непонятные, не лежат к душе. Я бы своего ребенка не насиловал бы в этом плане. И все. Но вот это вот, это моему ребенку было бы душевредно. Я бы никогда ни в какой класс подобный бы не отдал. Я бы даже, если бы какая-то, как говорят, там сейчас есть, типа, истории религии, когда же есть такой университет, есть факультеты в университетах, это отдельный предмет преподает. Вы знаете, я бы сначала узнал бы, и уж вы знаете меня, видите меня, я бы сходил и вынес бы сначала мозг от ему преподавателя. Я бы узнал, кто она, что она и как она мыслит. Насчет христианства, мусульманства, мне бы с ней достаточно было, ну, пару часов пообщаться. Если бы у нее не было желания со мной общаться, у меня нет желания отдавать своего ребенка ей в руки, в лапы. Если он скажет, да что я вам буду чего-то, ну, не будешь и не надо, мой ребенок не будет ходить на этот урок, зачем мне бред. Одно дело, мы с тобой одного духа, и я тебе бы доверился, да, у меня нет времени, я как родитель много работаю, для того ты и школа, да. А так, извини, я все, что ты, эту ложь можешь ему вложить, я своему ребенку побольше тебя расскажу. И о христианстве, и о мусульманстве, и о буддизме, и об истине жизни, и о смысле, о мировоззрении. Поэтому, конечно же, вот это, вот эта лживая система. Когда, если вы вот эти посты встречаете, вот с такими вот надписями, если бы дети могли читать Библию еще в школе, многим из них не пришлось бы читать в тюрьме, это абсолютный бред. Во-первых, никакой ребенок Библию не поймет. До 15 лет, с 10 до 15, можно начать читать в чистом виде Евангелие. До 10, это Евангелие, родители должны рассказывать вообще своими словами. Говорить о бессмертии, о любви, о свободе, своими словами, на жизненных примерах, когда у него что-то случается в школе, с друзьями, лично у родителей с детьми. Через призму этой истины, любви, свободы и бессмертия, рассматривать все проблемы, все радости. Всю жизнь через эти простые три вещи. Любовь, свобода и бессмертие. Все. Потому что если ты любишь, если ты творишь добро, вы объясняете ребенку, ты свободен выбрать между добром и злом. Творишь добро, вечно живешь. Творишь зло, умираешь. Все. Вся истина, все богословие. Любую ситуацию в жизни вы разберете через это. Надо это делать, не надо. Надо это так делать, поступать, не поступать. Учиться, как ответить ребенку, как обидчику, что в школе. Поступать в это, не поступать. В школе какой-то беспредел начался, перейти в другую школу или нет. Вас что-то не устраивает. Вплоть до чипирования детей, я не знаю. Вы в плане выбирать, и с детьми вы так же общаетесь. Вы говорите, слушай, сын, надо подумать, дочь. Вот такое-то вот это. Я думаю, нам это будет вредно. Как будем с тобой делать? Ну да, у тебя там есть друзья, но ты понимаешь, что там найдутся другие друзья. Разговаривать в свободе, любви. Поднимая то, что человек не один раз живет и на этой земле, и тем более в вечности. Вот это детям надо доносить с раннего возраста. Хоть когда они уже понимать начали. Хоть с четырех, с пяти свободно. Говорить всегда. Любви, добре, это все одно. Любовь и добро. Порой это синонимичное понятие мы употребляем. Естественно, ты свободен, все равно остаешься выбрать. Но избирать добро, это для тебя благо и вечность, и жизнь. А избирать зло, для тебя это смерть, страдания и боль. Все. Это разве так сложно об этом говорить до десяти лет? Нет. С десяти до пятнадцати. Если ты сам читаешь это Евангелие, понимаешь его. Как-то заинтересовать. Положить на стол. Это Евангелие, да? Как сказку читать, начать. Евангелие бесподобная книга. Ее действительно можно читать, так скажем, детям. Можно грудничкам читать это Евангелие. Почему нет? Пока у них еще нет свободы выбора. Сел над этой, над качалкой. И читаешь Евангелие. Сам читаешь, а ребенку читаешь. Именно Евангелие. Ничего больше. Ни послания апостолов к евреям. Вы вообще сами их читали. Вы будете это ребенку читать? Он что понимает? Он что поймет из послания, неизвестно, Павла, не Павла, к евреям? Но вы подумайте своей головой. Неужели ребенок до десяти лет что-нибудь поймет из этого? Книгу деяния апостолов. Ни в коем случае нельзя читать. Я говорю, еще ребенку не утвердившимся. Где Ананя с Апфирой падает от непонятно кого. Все правда утверждают, что это Бог умертвил. А я утверждаю, что это Петр. Евангелие, где Иисус творит абсолютное благо. Где Он показал абсолютный путь совершенного человека. Идущего путем жизни, путем добра, любви, терпения, смирения, кротости. Даже до смерти и смерти крестной. И там же Его убивают. Там же Он воскресает, возносится. Откуда на небеса, откуда мы Его все христиане ожидаем. Евангелие читать. Хоть с грудничества. Хоть в четыре, хоть в пять. По Евангелию действительно, как в древности, по псалтырке, по церковным словам учили. Когда начинаете, уж не помню, когда букву-то изучать, вы мне лучше напишите в комментариях. Три, четыре, пять лет. Когда сейчас дошкольная, дома, когда тренируетесь. Прямо по Евангелию читайте. Закажите. Хотите, сами состряпайте их. Где угодно найти. Дома сами обработайте. На обычных листах А4 принтер у всех есть. Закажите в типографии. Конечно, там глаза можно сломать об этот, если вы купите это Евангелие какой-нибудь там в церковной лавке. Сделайте свое. Распечатайте любой перевод. Синодальный, новый русский, достойный перевод для чтения для ребенка. С диалогами более-менее видно. Понятно. Оформите. Сейчас уже многие это делают. Можно, конечно, и найти готовый вариант. Нет, сами потрудитесь. Евангелие 4. Чуть-чуть они разнообразные. Ребенку не будет скучно. В пять-шесть лет начните ему, когда он будет тренироваться вне классного чтения. Как это, насколько я знаю, дают же домашние задания. Обязательно прочитать Евангелие. Пусть сам пока, пока буквы читает. Пусть он это вкушает. Как говорится, с молоком матери или даже отца, кто там будет дальше принимать участие, чем он взрослее больше. Такое духовное. Вот в чем истина. Вот какой истинный путь. Тогда вы от себя действительно сделаете все, что вы можете. С 10 до 15 можно давить уже на жалость немножко. Сын, сделай для меня, чтобы я умирала спокойно или я умирал там до отецства. Ради меня. Один раз в жизни. Прочти. Ведь православные ни разу в жизни Евангелие не читали. 90% православных ни разу в жизни не читали Евангелие. Я свидетель. Я, вы знаете, сам был в православии. Я знаю это. Опросите сейчас этих людей. Они не знают Евангелие. Никогда они не слышали его. Они ходят на Пасху, куличи светят. Вся Россия ходит. Спросите, читал Евангелие, не читал. До 15 лет, когда еще дети к вам хоть какие-то нежные чувства испытывают. Хотя это молодость уже такой протест, вы знаете. Ну в действии. Я почему взял такой период по детям? Сами увидите, когда уже последние моменты, что дальше он может сказать, мама, отстань, папа. Я мягко сказал, да, по-хорошему сказать, что отвали от меня. Попросите, скажи, ради меня прочти один раз, чтобы на всю жизнь ты это запомнил. Примешь ты, не примешь, я не знаю. Просто прочти. Я хочу, чтобы ты знал евангельскую историю о жизни Бога воплоти. Все. Я думаю, что ребенок в 10 доставить вам удовольствие скажет, сделай мне приятное. Там день рождения у вас будет. У мамы, у папы. Юбилей у вас, как у мужа, жены. Скажет, дети, прочтите. Дочка, сын. Ну и так каждому, не важно, сколько у вас там детей. Воспользуйтесь всеми шансами. Никто за вас этого не сделает. Никто за вас, мало того, что это не должен делать. Это должны делать именно вы. И тогда вот этого, может быть, не случится. Тоже может быть. У них остается право. Они могут дома быть кроткими ягнятами, а уже там в банде состоять. Никто не знает, кто чем закончится. Но вот они за вас этого ничего не сделают. Они ничего не должны делать. И более того, к сожалению, они ничего не понимают. Вот это вот вашего ребенка закон Божий не спасет. Точно так же, как не спасает уголовный закон. Закон государства, не уголовный, не административный, не спасет. Ребенку надо открыть истину. Она не в законе Божьем. Она в его природе, в его заповедях. И эта заповедь одна. Это заповедь любви друг к другу. Исполняя которую, творя дела любви, добра, смирения, кротости, милосердия и всего-всего самого светлого и доброго, человек и вкушает, свободно избирает, а вкушает жизнь. Вот и вся истина. Вся истина. Разве так сложно своим детям донести? Скажите мне, пожалуйста. Для этого надо нанимать попов, чтобы они оболванивали ваших детей с детства. Оболванив вас когда-то. Из-за оболваненности ваших родителей. Круто я сказал. Вы в ответе за своих детей. Они ничего. За них никакой ответственности. Они не будут нести никакую ответственность за последствия. Они потом, когда вы вот это все бросите, они им этот закон Божий втюхают, они его выкинут на помойку, все равно сядут в тюрьму. Передачки носить не они им будут. Не они будут страдать. Не они будут этих адвокатов спонсировать. Вы все. На ваши плечи все это ляжет. Поэтому это в ваших интересах. Вырастить святых людей. Им не надо. Им главное, чтобы вы десятинку принесли. Им главное, чтобы вы покрестились, на Пасху ходили, пожертвования давали, яйца красили. Больше им ничего не надо. Ничего. За Родину умирали. Еретиков распинали. Это все, что им надо. Я думаю, что вам, как родителям, нужны святые люди, которые вас никогда не бросят, которые в этом мире будут светить и радоваться жизни. Как радоваться в аду можно? Мир полон злых людей. Так сделайте добрых. Хотя бы вы. Так что я с этой, я заканчиваю. 40 минут, я же не умею кратко. Вот настоящий выбор. И этот выбор я заканчиваю. Надеюсь, всем понятно. Воспитывать ли вам ребенка самому в истине, которую вы сами прежде должны познать? Как ты будешь учить чему-то, сам ничего не понимая? Истина не в золотых куполах. Она в любви, свободе и бессмертии. Сам ее познай и научи другого. И все остальное ложь. Ну, берем конкретно сегодняшний вопрос. Никто за вас, с детства, тем более детей, которые груднички в руках матери, там до трех, потом рядышком, так все дальше, потом отец подключается, если он есть к воспитанию. Никто за вас, из них святых людей, не сделает. Только у вас есть хотя бы шанс. Да, это не стопроцентно, это не панацея. Они могут и в святой семье вырастить дьяволами. Но это самые максимальные шансы. Все остальное, вот что-то типа подобного вопроса и поста, который мы сегодня разобрали, это все вас помещают просто вот сюда. Вы уже во лжи находитесь. Вы думаете, что вы что-то выбираете. Нет, вы уже здесь. Вы уже выбрали вот это вот. Вы выбрали ложь, попав вот сюда. Вы ни в каком не выборе. Вы в псевдовыборе. Вы вот здесь находитесь. И вам говорят, ай, как вся страхами. И заметьте, как вся страх. Истина вот здесь. Она призывает к любви. Хочешь жить, твори благо. Она мотивирует. Здесь что? Одни страхи. Если не хочешь в лжеистине, чтобы в тюрьму был, тогда вот, пусть эта тюрьма уже для детей начнется в школе с предмета под названием «Закон Бога». Или там «История религии». Я представляю, какую историю религии им там преподадут. Моя бы только после беседы с таким учителем. Если бы я увидел в нем родную душу, я бы отдал своего ребенка. Почему нет-то? Я бы поговорил бы. Может, мне он еще, этот учитель, другом станет. Мы, может, с ним общаться потом будем, да. Я еще его попрошу на моего ребеночка особое внимание обратить. Если там что-то опрашивать будет или еще, или какие-то будут сцены разыгрышу, всегда его подпрягал в участие, там мне потом докладывал бы. А если я увидел, что этот учитель сам, простите, тук-тук откройте, я бы не отдал. Зачем мне это надо? Зачем мне испорченный ребенок с поломанными мозгами? Я потом как их буду ремонтировать? Вот вам мой ответ. И сегодня много было и советов, и рекомендаций. Надеюсь, вам было полезно, назидательно. Все мои ролики, это не праздно. Я вам всегда говорю, это призывы к действию, потому что жизнь наша, это наши дела. И эти дела делают нас либо счастливыми, либо несчастными. И чтобы не жаловаться на жизнь, надо от себя делать все, что можно. Вот и все. И тогда все добро, которое будет с тобой случаться, ты будешь понимать, что все по делам твоим. А все зло, но если ты действительно от себя делал, все может, Господь тебе посылает испытания для еще большей святости, а не по делам твоим. А иногда и нечего пенять, а то мы очень любим жаловаться. Да за что ж мне вот это вот? Вот ребеночек меня не любит. А ты его воспитывала в любви-то? А что ты с ним делаешь? Что ты в него вложила? Какое противоядие, какой иммунитет, какой антидот ты в него вложила, чтобы его не соблазнила улица? В виде наркомании, алкоголизма, плохого поведения, матов, жестокости и так далее. Какой антидот ты в него вложил? Мать или отец? Что ты сделал, чтобы потом жаловаться, что он вот такой вот? Что он меня в 10 лет уже на три веселых буквы посылает? А что ты сделал? Ты все ли сделал? Ты думал, что ты отдал его на историю религии или основы закона Божьего и все? Отдал его в церковно-приходскую школу три класса образования? Что ты сделал? Это ты сделал. Ты не сделал ничего. Более того, ты сам навредил своему ребенку, ты сам навредил себе. Это мое мнение. Конечно, кто-то может с ним не согласиться. Это ваше право. Но мои мнения обычно основываются банально на объективных эпизодах жизни. Вот и все. Дети – это зеркало своих родителей. Особенно, чем это все от их рождения. Потом, да, чем больше у них свободы, они вправе, даже глядя на вас, они остаются абсолютно свободны. Глядя на вас, вот здесь, когда стоят, уже чем они взрослеют, чем у них больше свободы, если вы им что-то можете по детству запретить, когда они еще, простите, в ручках вот так болтаются, годик-два, у них выбора нету, да, то чем они взрослеют и обретают большую свободу, они начинают задумываться и могут выбрать зло. Но это будет их уже собственный выбор. Вы сделали все, что вы могли. Вы постарались вложить в них все самое лучшее, все самое светлое. И ваша совесть чиста, и действительно, вы понимаете, что только время и только Бог граблями, законом, буберангом поправит это в его жизни. Ибо он точно такой же его ребенок, такое же его творение, любимое Богом. И вон, если у вас не получилось донести словами кинжизненными ситуациями, Бог поправит все это обязательно в свое время и донесет до него. И тогда человек опомнится и начнет все-таки, встанет на сторону света. Ну, Бог это будет делать точно так же, лишь внешними условиями, но чтобы свобода выбора не была от человека преткнута, человек добровольно встал на сторону света. Все, у меня на сегодня все, а то я не могу остановиться вечно. Я говорю, надеюсь, этот ролик был полезен, назидателен. Надеюсь, вы примете многие вещи для руководства, потому что я убежден, что это принесет всем вам только благо, ну, как и всему человечеству и всем вашим детям. Потому что истина в простоте меня в чем только не обвиняет, в еретичестве. Слушайте, в чем еретичество? Любовь ересь, свобода ересь, бессмертие ересь, а я ничему больше не учу. Все остальные вопросы я рассматриваю через призму этой истины, простой, очевидной и банальной, которую каждый может узреть, поглядев на окружающий мир. Какой может нанести вред это? Никакой. Поэтому я спокойно всегда об этом говорю, потому что сам обрел познание от истины и с радостью делюсь со всеми, чтобы люди становились счастливыми. Все, всех по-братски целую, обнимаю. Всем вам желаю всякого блага, успехов, воспитания детей. Делайте из своих детей уже с детства учеников Христовых, учеников истины, чтобы они вырасти, стали не просто учениками, но и учителями и проповедниками, благовестниками истинной любви, свободы и бессмертия. Я с вами прощаюсь. Пока-пока. До встречи в следующих роликах.